Челябинский полицейский разыскивает мужчину, который унес из сетевого супермаркета весы. Он взял оборудование и на глазах у всех спокойно вынес его из магазина. Как это было, покажем прямо сейчас. Инцидент произошел в сетевом магазине на улице Молодогордейцев в Челябинске. Парень, видимо, думал, что его никто не видит. Сначала он ходил по супермаркету, внимательно изучал ассортимент и разговаривал по телефону. Когда же собрался с духом, забрал весы и ушел. В полиции уже знакомились с видеозаписью, теперь его ищут. А эти молодые люди были пойманы на воровстве в магазине на улице Горького. Пара попыталась скрыться, но все же была задержана частными охранниками. Теперь нарушителям придется объясняться с полицией. Этот челябинец подозревается в краже спиртного. Известно, что алкоголь пропал в одном из супермаркетов в Металлургическом районе. Когда частные охранники попытались спросить мужчину, откуда у него коньяк, задержанный подался в бега, но его догнали и отправили в полицейский участок. В Магнитогорске неизвестные обворовали «Газель». Злоумышленники не только вскрыли машину и вынесли имущество, но и порезали тент. Действуя словно варвары, они нанесли серьезный ущерб автомобилю. Владелец уже обратился в полицию, воров ищут. На улице Труда группа молодых людей разбила окно и проникла в супермаркет. В помещении сработала сигнализация, и на место выехали охранники. К моменту их прибытия большинство злоумышленников успели сбежать. Но секьюрити все же удалось поймать одного из налетчиков. Сейчас разыскиваются остальные участники преступления. А этот мужчина бросался на врачей в одной из больниц на улице Российской. Медики нажали на тревожную кнопку, прибывшие секьюрити скрутили дебошира и передали его полицейским. Уроженец Киргизии пытался пополнить счет фальшивыми деньгами. Произошло все в банке по улице Героев Тонкограда. Кассир финансового учреждения заметил признаки подделки и нажал на тревожную кнопку. Прибывшие охранники задержали фальшивого монетчика и передали его полицейским.